Всем привет, дорогие друзья, с вами Костыль и добро пожаловать на новый видос, собственно, предыдущий видос, собственно, вы набрали, собственно, 100 просмотров, друзья, извиняюсь, что я, собственно, запинаюсь немножко, в принципе, я сейчас, как бы, короче, не важно, в принципе, ладно, давайте перейдем сразу к сути, сразу, так сказать, к видео. Я встретился с Глебом, он мне обещал, так сказать, или просто сказал, что даст мне, так сказать, подгон на видос, в принципе, я включил этот видос, он мне вот дал подгон, кстати, большое ему спасибо, да. Ну что ж, на следующий день съемок, так сказать, я, в принципе, копался, так сказать, по пещере, искал железо и нашел вот такой вот странный туннель, я к нему подошел, чтобы, соответственно, убрать вот этого крипера, чтобы он не взорвал туннель, ну, как бы, ну, все равно его взорвал. Я, в принципе, спустился и увидел, что это какой-то, интересно, так сказать, туннель. В принципе, в скором времени я уже понял, что это за туннель, и вы, наверное, тоже поймете. Собственно, я побежал по этому туннелю, и оказалось, собственно, что это какой-то, не знаю, тут я, кстати, добыл вещи всякие, добывал всякие ресурсики. Оказалось, что это туннель на спавн, это довольно-таки, знаете, интересная вещь, я бы даже сказал. То есть, вот здесь вот была тропинка наверх, и, соответственно, вот здесь вот уже спавн, друзья. То есть, сейчас ночь, как вы видите, и вот, как бы, очень удобно, я бы даже сказал. Дальше, собственно, я отправился опять в пещеру, и, в принципе, что вам сказать, у нас, типа, так сказать, было, что ли, мы должны все были поспать, но, как бы, поскольку я в пещере, техник согласился мне помочь, то есть, ну, так сказать, принести мне кровать в пещеру. Бежал он ко мне довольно-таки далеко, ну, в принципе, он прибежал, и, как вы видите, сейчас на экранах, вон его ник там, вверху. В принципе, как-то так. Он потом начал спускаться, соответственно, ну, и, в принципе, что сказать, спустился, так сказать, дал мне кровать. Да. Ну, что ж, и вот пришел ко мне техник уже, в принципе, как-то, как-то так, что ли, ну, и, в принципе, он дал кровать, и, в принципе, небольшой, так сказать, подарочек в виде, собственно, некоторых вещей, зачарки, в принципе, ну, это, наверное, была наша последняя встреча, поскольку на следующий день он ушел из сервера. Ну, я так думал, потому что, потом еще на следующий день он почему-то вернулся, я не знаю, почему он вернулся, почему он уходил, ну, да ладно, неважно. Ну, что ж, а дальше меня пригласили в долину света ягод, и я, в принципе, не отказался, мне дали координаты, так сказать, пригласили, ну, и, в принципе, сейчас вы видите, то есть, это все на экранах. Я, соответственно, благополучно вошел, ну, как благополучно, как бы, ну, просто вошел, как бы, в долину света ягод, вот, долина света ягод. Здесь очень красиво и очень классно, меня позвали просто, чтобы, так сказать, приютить, поскольку я новичок, играю на сервере только третий день. Собственно, Нурлан и Максимка мне показали свою хату, так сказать, сказали, что меня приютят или что-то типа этого, потом мы спустились в какую-то шахту, и оказалось, что это метро, метро, собственно, спавн, да, который я видел в начале видео еще. Дальше, соответственно, мне нужно было добыть немножечко клюквы, поскольку меня пригласили в клан клюквоманов, что ли, да, как-то он так называется. В принципе, я нашел немного клюквы, как бы, и, как бы, что, собрал эту клюкву, да. На следующий день пришел Бондед, это был, я так понял, глава клана клюквоманов, да, очень все это было интересно, он меня, так сказать, посвятил. Сейчас вы это все видите на экране, сначала он меня обставил, так сказать, клюквой, вот так вот сказал мне не двигаться. Да, было, друзья, довольно-таки, если честно, интересно даже, что ли, было, да, довольно-таки весело, интересно, ну, что поделать, такой ритуал, так сказать. Дальше я принесся строить что-то типа фермы, клюквы, ну, прямо на своей базе, друзья, да. Хотя, друзья, это сложно назвать базой, ну, да ладно, в принципе, вот так вот я все высадил, и так вот все получилось. На следующий день я отправился в путешествие, именно, я хотел найти елевое, собственно, лес, елевый лес, да. Ну, нашел по дороге вот такие вот чьи-то ресурсы, наверное, здесь кто-то сдох, вот, координаты, собственно. Если кто-то сдох на этих координатах, тогда, не знаю, скажите мне, что ли, хотя, че там, ресурсы уже давно-давно я использовал, так что, хе-хе, фиг вам они ресурсы, да. Я ходил очень долго и искал, и даже находил-находил очень интересные вещи, но все-таки я пришел в этот елевый лес, вот он. Собственно, я добыл вот столько вот ели, я ее добывал, не знаю, примерно где-то полчаса, ну, в принципе, ладно, это все мне на дом. Дальше я все сложил, соответственно, еще накрафтил немножечко досок и отправился, соответственно, строить дом. Ну и что ж, вот я и пришел в долину, собственно, я уже выбрал местечко для постройки дома, вот оно, в принципе, нравится, мне нравится. Дальше я начал выравнивать территорию, как-то, что ли, земелька, вот так вот, все это так вот застраивал, чтобы было, так сказать, красиво. Также ж, немножечко снес здесь, так же ж, вот этот горб, всю эту дичь тоже сносил, ну, чтобы, понимаете, чтобы было красиво, как-то так, да. Ну что ж, я начал, собственно, строить дом, друзья, в принципе, как-то так, вот так вот начал строить, выстраивать тут внимание. Самое интересное, так сказать, или же что, короче, мне Глеб подарил коня, причем он ему не нужен, ну, и мне, в принципе, тоже не нужен. Уилон, в принципе, из-за того, что он ему не нужен, он подарил мне его, ну, то есть коня, что мне с ним делать, напишите в комментариях, потому что я не знаю. Ну и что ж, как-то вот так вот это все выглядит, довольно-таки интересно, знаете, в принципе, как-то так, вот так вот теперь дом выглядит, я сделал вот такую, типа, дырку дверную, ну, то есть для дверного прохода. Собственно, дальше я начал, что я начал, я дальше начал делать, соответственно, стены, да. Ну, на следующий день меня пригласили, опять-таки, соответственно, пойти в поход в Энд, да, как-то так это все выглядит. Собственно, пригласил меня Глеб, в принципе, да, я уже как бы на подходе, вот, долина святой ягод, пришел к Никите, он мне должен был провести Глеб. Да, соответственно, Глеб находится на бывшей базе, которую, собственно, я увидел в предыдущем видео, да, сейчас, собственно, мы спускаемся в катакомбы, или же просто в туннель, или же просто в метро, короче, идем, соответственно, на ту базу, да. Ну что ж, и вот мы уже входим, и как бы вот так вот эта база сейчас выглядит, сразу Никита провалился в яму, вот и Глеб, ну, сейчас эта база уже реально не та. Потому что игрок с этой базы либо был забанен, либо был просто ушел, не знаю, ну, здесь как бы все уже убитое и забытое. Ну что ж, мы осмотрелись и, соответственно, уже пошли в поход, так сказать, да. Соответственно, дальше мы увидели новую постройку на спавне, это была сцена. В принципе, как-то так мы здесь походили, увидели эту табличку и построили эту сцену. Ну, Максимка и Техник, кстати, они обои в тот же день, когда построили эту сцену, либо же на следующий, я даже, кстати, не заметил, ушли из сервера. Ну, потом вернулись, ну, да ладно, в принципе. Потом мы, соответственно, начали уже само путешествие. И, собственно, вот мы уже пришли, соответственно, на те координаты, которые нужны. И мы, соответственно, ну, крепость или не крепость, я не помню, какая-то фигня называется. Ну, там где, короче, портал Венди, да, вот это вот дичь. Собственно, мы начали искать портал, в принципе, мы его нашли. Ну, как нашли, Глеб нашел, а я, как бы, за ним пошел. Ну, что ж, вот мы уже, собственно, Венди подождали, собственно, Никиту. И отправились, так сказать, уже в путешествие. Ну, что ж, вот мы уже поднимаемся. И сейчас самое интересное, Глеб просто падает. Глеб выпал из мира. Все, я не знаю, как он упал, это просто дичь какая-то. Ну, просто, просто да, как-то так, в принципе. Я не знаю, что будет дальше, хотя чуть не знаю. Я знаю, в принципе, вот, эф. Ладно, всем пока, пока. Мне пора. Ладно, как-то вот так вот, в принципе, да. Потом, соответственно, Никита разлил воду. И мы зашли, соответственно, в этот портал. Ну, который другой в, соответственно, город-крае. Да, ну, сначала этот город-крае нужно было найти. Никита начал биться с эндерменами, а я пошел по этой тропе. В принципе, она здесь закончилась. Я начал достраиваться и дальше пошел по другой тропе. Друзья, не говорите мне то, что я дурак, потому что я знаю, что я дурак. Я начал строиться, точнее, строиться просто блоками теми, которые у меня просто есть. Ну, это, друзья, да, я дурак, я дурак. Хотя я мог просто накопать эндерняка, поскольку у меня было кирка. А, блин, я чуть даже случайный песок не взял. Ну, друзья, как-то так. Просто полюбуйтесь моим тупизмом. Ну, да ладно, друзья, я думаю, вам на это не нужно осмотреть, поскольку в итоге я, в принципе, ну, как-то так вот, собственно, остался вот такой ситуации, перепрыгнул просто назад. И, в принципе, потом походил по энду, ничего не снимал и, как бы, сдох случайно. Да, друзья, как-то так это все и происходило. В принципе, с вами был Костыль, подпишись, поставь лайк. Чтобы зайти и поиграть со мной на этом сервере, вы должны зайти по ссылочке описаний, самой первой ссылочке, и перейти на дискорд сервер, в принципе, на группу отбора этого сервера. Да, сервер называется MineHome, с вами был Костыль, и до новых встреч, пока, пока.